Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса Президента. Согласно указу президента было образовано, Великобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области, Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области, Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области, Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области, Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области, Мернинскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области, Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области, Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области, Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области, Якимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины, о правовом режиме военного положения, меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье одного этого указа, говорится в сообщении, угроза теракта в ЗАЭС информационное пространство заполнило сообщение о вероятности террористического акта россиян на Запорожской АЭС, в июне президент Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУРМО Кирилл Буданов сообщал, что захватчики дополнительно заменяли ставок охладитель на станции, при этом вчера Россия обвинила Украину якобы в планах ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет, после этого Зеленский заявил, что РФ является единственным источником опасности для ЗАЭС. Он отметил, что мир не может быть в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.